Привет, друзья! Вы смотрите Навальный Лайф. Меня зовут Семен Еркин. У нас в гостях Сергей Гуриев, ученый-экономист, профессор, провозд Парижского Сьянспо и второй ректор Российской экономической школы. Сергей Маратович, рады вас видеть и слышать. Здравствуйте, Семен. Спасибо за приглашение. На носу август 2022 года, 150 дней войны почти позади. На кого сейчас работает время и выгодно ли России затяжная война в Украине? Война никому не выгодна. Я думаю, что ваш вопрос был скорее в том, выгодно ли Владимиру Путину затягивание войны. И это мы тоже. Это такой вопрос, на который тоже трудно ответить, потому что вам нужен военный эксперт, который расскажет, может ли Владимир Путин справиться с внезапно возникшим выдавом новых американских вооружений, которые получают украинские войска. Как оказалось, российская стратегия на самом деле столкнулась с непреодолимым препятствием в виде Хаймарс. Вполне возможно, что российская армия изобретет какие-то средства для того, чтобы справиться с этим вызовом. Но пока что наступление остановлено и не видно, как оно будет продолжено. Но в целом пока что, пока нефтяной эмбарго не вступило в силу, Владимиру Путину достаточно денег для того, чтобы рекрутировать больше солдат, для того, чтобы производить снаряды для артиллерийских систем и продолжать эту войну. А когда и при каких условиях России начнет не хватать денег на агрессивную войну в Украине? Если будет полностью работать нефтяной эмбарго, вдруг выяснится, что у России появился существенный дефицит бюджета. И этого будет, наверное, достаточно для того, чтобы Владимир Путин задумался над тем, на что тратить деньги. Потому что сейчас у него хватает деньги и на пенсионеров, и на полицейских, и на олигархов, и на то, чтобы нанимать солдат в бедных регионах России. В начале следующего года вполне возможно, что образуется серьезный дефицит бюджета, и Владимиру Путину придется переориентировать эти приоритеты. Но, может быть, и в этих условиях ему будет хватать денег. Вот почему? Потому что он будет платить меньше пенсии и зарплаты учителей, но все равно денег, которые тратятся на росгвардейцев, будет достаточно для того, чтобы все равно удерживаться у власти за счет большей жесткости режима. Не идет речи ни о каком экономическом росте и развитии. Владимир Путин собирается стараться удерживать власть, это его основная цель. И вполне возможно, что даже в этом случае у него будет достаточно денег. Но с эмбарго, которое вступает в действие в декабре, ему будет гораздо сложнее балансировать все эти приоритеты расходования средств. Вы упомянули нефтяное эмбарго. Я хочу спросить, когда Европе удастся отказаться слезть с российской энергетической иглы, и когда «Газпром» потеряет Европу как рынок сбыта энергоносителей? Есть целый ряд прогнозов и планов. Речь идет о примерно двух-трех годах, когда Европа сможет полностью отказаться от российских энергоносителей. Пока речь идет о том, что Европа хочет отказаться от нефти, но не от газа. В свою очередь Владимир Путин угрожает Европе тем, что он перестанет поставлять газ, и вот ровно сейчас, хотя были сделаны специальные уступки в отношении санкций, в отношении «Нордстрим-1», этой самой знаменитой газовой турбины, которая ремонтировалась в Канаде, несмотря на это Владимир Путин не обещает полностью восстановить поставки газа. Но есть важная вещь, которую нельзя забывать. Резко повышены поставки, резко увеличились поставки джиженного природного газа из Соединенных Штатов. Уже теперь, даже до этого самого момента, когда Владимир Путин стал чинить трубу «Нордстрим-1», «Северный поток-1», даже до этого момента из Америки в Европу приходило больше газа, чем из России. Но, в общем, все это не горизонт ближайших месяцев, полный отказ от российских энергоносителей. Но на горизонте пары лет это может произойти. Вы много раз говорили, что Владимир Путин не экономист. Его главная задача – это как можно дольше оставаться у власти. Зачем тогда Владимир Путин забирает деньги у российских регионов и отдает их временно оккупированным территориям Украины? Зачем Путин забирает деньги у россиян и не вызовет ли это излишнего недовольства со страны россиян? А Владимир Путин, кстати, кандидат экономических наук. Потом выяснилось в середине нулевых годов, что его диссертация была частично скопирована с американского учебника. Такая была история. Но в целом дело не в том, что экономист Владимир Путин или юрист. Дело в том, что, как вы правильно сказали, его целью является оставаться у власти как можно больше, а не развивать российскую экономику. Если бы можно было развивать российскую экономику и при этом не рисковать нахождением у власти, он бы, конечно, развивал российскую экономику. Просто последние 10 лет он четко понял, что для ускорения экономического роста нужны реформы, которые подрывают его нахождение у власти. Реформы, связанные с защитой прав собственности, независимой судебной системой, борьбой с коррупцией и так далее. То, о чем вы говорите, это та же самая проблема. И можно показать, что русский мир – это не только то, что происходило в ДНР и ЛНР последние 8 лет. Это какое-то развитие. Для этого он хочет инвестировать хоть какие-то деньги в восстановлении тех областей Украины, которые он только что разрушил. Будут ли при этом недовольны в России? Будут. Что с ними будет происходить? Их будут избивать ротгвардейцы на митингах и сажать по новым законам о военной цензуре на много лет в тюрьму. Вот такой изменившийся подход в российской внутренней политике. С точки зрения Владимира Путина, еще раз скажу, главное – это не построить школу и дорогу, а сделать так, чтобы он не был свергнут своим ближним кругом или протестующими на улицах. Для этого он и держит такой огромный ФСБ. Мы не знаем, сколько людей работает в ФСБ, да, это секрет. Для этого была создана Росгвардия. Я хочу поговорить как раз о секретах, о засекречивании статистики. Вот российские власти активно засекречивают статистику в экономической и финансовой сферах. О чем это свидетельствует и почему весь мир стремится к транспарентности, к открытости и отчетности, а Россия все засекречивает и закрывает от глаз общественности? Видимо, есть что скрывать. Так сказал Владимир Путин 10 лет назад, когда устанавливались камеры на избирательных участках. Он сказал, те, кто скрывают, это те люди, которым есть что скрывать. И он сказал, что вот мы поставим камеры на избирательных участках, и все будет видно. И действительно, мы все увидели. Мы увидели, как члены избирательной комиссии запихивать пачки бюллетеней, заполненными ими самими бурны. И никаких последствий не было. Если говорить серьезно, то, видимо, действительно есть какие-то детали, которые хочется скрыть. Детали о том, насколько упало то или иное производство. Детали о том, какие налоги сократились. Детали о том, что, например, Китай, на который российские власти собираются полагаться, тоже резко сократил продажу товаров и услуг в Россию. Вот все это, видимо, неудобные факты, которые российские власти не хотят обсуждать с обществом. Но в целом, не знаю, некоторые вещи можно определить по косвенным характеристикам. Например, объемы торговли, объемы падения импорта определяются теперь не по российской статистике, а по статистике ее торговых партнеров. И эти уровни падения, на самом деле, поражают воображение. Речь идет о падении импорта на 40-50%. Это огромная величина. Но в целом, раз скрывают, значит, хотят скрывать. Значит, не хотят, чтобы мы это видели. Значит, что-то пошло не так. Еще одна вещь – это бюджетные расходы на оборону. Путин не хочет, чтобы мы знали, как много денег тратится на оборону. Сколько на эти деньги можно было построить больниц, школу? И на какую сумму можно было бы повысить пенсии, если бы не эта война? Хочу еще поговорить про импортозамещение. Актуальная сейчас тема. На план импортозамещения тратится триллионы рублей. Вот скажите, это импортозаместить возможно? Или все-таки это байки, и ничего такого не будет в России? Импортозамещение – актуальная тема последних 10 лет. То есть не то, что вот началась война, и люди сказали, о, пришло время импортозамещать. Уже после 2014 года говорили об импортозамещении. И Путин публично ругал министров, которые импорта недозаместили. И говорил, мы потратили столько-то сотен миллиардов рублей на импортозамещение, а пока ничего не до импортозаместили. На самом деле, процесс импортозамещения, наверное, должен происходить так, что Россия импортирует передовые технологии и производит что-то у себя дома. Но сейчас Россия отрезана от источников передовых технологий. Если Россия хочет производить высокоточное оружие, например, ей нужны микропроцессоры из Тайваня, этого Россия получить не может. Если Россия хочет производить микропроцессоры, как в Тайване, ей нужно оборудование, которое производится в Голландии. Этого она тоже получить не может. И так далее, и тому подобное. Поэтому импортозамещение в России означает договоренность условным Ираном о локализации и производстве иранских дронов. Я, кстати, не уверен, что это произойдет. Скорее всего, Россия просто будет закупать дроны у Ирана как готовые продукты, а не технологию для производства их дома. Но, тем не менее, движение в обратную сторону, потому что движение к передовым технологиям невозможно, придется двигаться в обратную сторону и импортозамещать продвинутые технологии технологиями из Ирана или Северной Кореи. В этом смысле Китай может сыграть действительно важную и полезную роль. Надо понимать, что некоторые вещи Китай не может делать. Такие вещи, как микропроцессоры в Китае хуже, чем в Тайване. Некоторые вещи Китай не захочет делать, потому что будет бояться вторичных санкций. Поэтому надеяться на импортозамещение не стоит. Как сказал один из чиновников, для импортозамещения нам не хватает импортных деталей. Это звучит парадоксально, но это правда. В сегодняшнем мире любое новое производство требует кооперации с другими странами. Если вы отрезали себя от источников передовых технологий, капитала, идей, то вы ничего не можете импортозаместить. И мы видим, как это на самом деле происходит в реальности. А что тогда делать в ближайшее время? Потому что мы видим, что Россия лишается западных технологий. Например, была новость о том, что под угрозой производства хлеба, потому что нет западного оборудования, которое может производить хлеб. Что будет дальше? Что ждет Россию без западных технологий? Россия будет пытаться покупать эти технологии в три дорого через третьи страны. Россия будет пытаться полагаться на Китай. И в целом, я думаю, что не стоит думать, что будет какой-то голод. Но если вы спрашиваете, что делать, делать нужно следующее. Нужно остановить войну, подписать мирный договор, выплатить репарации, снять санкции и жить, как живут все остальные страны. Нормально. И перестать нападать на другие страны. Если Владимир Путин с этим не согласен, то, конечно, ему нужно покинуть свой пост. Он, как мы теперь знаем, развязал агрессивную войну против соседа. И в этом смысле совершил уголовное преступление в соответствии с Российским уголовным кодексом. Поэтому вот есть такой простой ответ на ваш вопрос. Как жить без технологий? Жить можно, но плохо. Вы знаете, если с Владимиром Путиным уже все понятно, то что тогда делать российским системным либералам из экономического блока, например, Набиулиной, Орешкину, Силуанову, Решетникову? Действительно ли они стараются помочь российским гражданам? Или они помогают режиму Владимира Путина, его войне в Украине? И какой бы вы совет могли дать этим системным либералам-экономистам? Я не собираюсь никого судить. И я уверен, что многие из этих людей умеют убедить себя в том, что они стараются, чтобы российским людям в этих тяжелых обстоятельствах было бы получше, полегче. И их работа направлена ровно на это. На самом деле, конечно, цель Владимира Путина является война. Приоритетом Владимира Путина является война. Каждый дополнительный сэкономленный рубль Владимир Путин отпускает на то, чтобы нанять еще солдат и отправить их в Украину. И в этом смысле работа чиновников экономического блока помогает Владимиру Путина продолжать убивать украинцев и уничтожать тем самым будущее и России в том числе. Потому что каждый разрушенный дом в Украине это дополнительные репарации из российского бюджета. Но есть еще одно соображение. Дело в том, что, чтобы мы ни говорили, мы видим, что, например, до сих пор контрсанкции, введенные в 2014 году, находятся на месте. Это контрсанкции против импорта продовольствия из Европы, которые больше всего бьют именно победным россиянам. Тот факт, что эти контрсанкции до сих пор не сняты, несмотря на все трудности, с которыми сегодня сталкиваются бедные россияне, лучше всего показывает, что является приоритетом Владимира Путина. Он готов платить очень большие деньги наемникам, которых он посылает в Украину, а не помогать бедным россиянам. И те люди, которые говорят, давайте мы найдем дополнительные доходы для путинского бюджета или каким-то образом сэкономим деньги. Будем бороться с инфляцией, так что Путину не нужно будет компенсировать рост цен российским бедным домохозяйствам. Этим людям стоит задать вопрос себе, а куда пойдут сэкономленные рубли? И судя по тому, что Владимир Путин не высказывает никакого интереса в том, чтобы помочь беднейшим россиянам, показывает, что каждый сэкономленный рубль будет пущен на войну. И поэтому у меня такой совет, что не нужно в этом участвовать, потому что это плохо для долгосрочного будущего россиян, это плохо для совести тех людей, которые соучаствуют в финансировании этой войны. И это, безусловно, плохо для всего мира. А не будет ли хуже для россиян, если, например, Эльвира Сахипзадовна решит уйти? Мы знаем, что Эльвира Набиулина в той или иной степени профессионал, она разбирается в экономике. Если на ее место придет человек, который не понимает в экономике ничего, не будет ли для россиян хуже? Я думаю, вот Эльвира Набиулина, она же в таких категориях, наверное, и размышляет, что мне важно оставаться, чтобы не пришли люди, которые хуже меня, которые будут хуже работать. Да, я уверен, что она размышляет именно в этих категориях. Но надо понимать, что будет хуже. Это означает, что Владимира Путина будет меньше денег для того, чтобы развязывать войну и стрелять украинцев. Вот в этом смысле. Чем меньше денег в российском бюджете, тем меньше наемников в Украине, тем больше живых украинцев, тем меньше разрушений в Украине. И в этом смысле не нужно думать, что своей работой Эльвира Набиулина экономит деньги для бедных российских пенсионеров. Нет, она экономит деньги для пригожинцев, которые получают большие зарплаты и идут воевать в Украине. Вот поэтому все это, к сожалению, всегда можно себя убедить в том, что ты делаешь благое дело. И так устроен человек. Чтобы каждый день ходить на работу, нужно понимать, что делать что-то полезное. Но если все-таки подумать критически, посмотреть на это с другой точки зрения, то увидишь, что, конечно же, не надо в этом соучаствовать. Это группа людей, которые помогают финансировать войну. Это абсолютно агрессивная, несправедливая война, которую нужно остановить как можно быстрее. В том числе и за счет того, что у Владимира Путина не будет денег для этой войны. Тут Центр стратегических разработок оценил, что до 8 миллионов россиян заняты в иностранном бизнесе или смежных областях. При этом западные компании продолжают уходить с российского рынка. И учитывая, что в России падает производство в различных отраслях промышленности, подскажите, рабочие места россиян в опасности, стоит ли за это переживать? Переживать, естественно, стоит. И Россия сталкивается с серьезнейшей рецессией. Но я не думаю, что Россия столкнется с огромной безработицей. Эти люди найдут более низкооплачиваемые рабочие места, может быть, рабочие места в неформальном секторе. Россия такая страна, где рынок труда всегда характеризуется гибкостью зарплаты и невысокой безработицы. Сейчас безработица остается невысокой. Просто эти люди не будут получать высокую зарплату. И, конечно же, в этом нет ничего хорошего. То, что из России уходят иностранные работодатели, которые используют современную технологию, тем самым создавали высокопроизводительные рабочие места, это означает, что люди, которые раньше у них работали, будут искать работу с более низкой зарплатой. Хочу еще поговорить о западных санкциях. Подскажите, работают ли санкции, по вашим оценкам, эффективны ли они в борьбе против режима Владимира Путина? И да, и нет. Целью санкций до начала войны являлось составить Владимира Путина отказаться от войны. Этого, как мы видим, не произошло. Более того, в последние полгода, пока идет война, Владимир Путин продолжает говорить о том, что он не будет останавливаться и будет идти вперед. С другой стороны, санкции ограничены. Возможность Владимира Путина производить современное вооружение. Например, сейчас мы видим, что Владимир Путин использует устаревшее и неточное вооружение. Речь идет и о ракетах, которые были произведены десятилетия назад. Речь идет о танках Т-62. Эти танки были сняты с вооружения до того, как вы родились. Их теперь распаковывают и бросают в бой. Это означает, что действительно без санкций Владимир Путин не может получить микропроцессоры, сталь высокого качества, двигатели для боевых самолетов. И все это, естественно, ограничит его возможность воевать. Экономические санкции, безусловно, ограничивают доходы бюджета. Главные санкции впереди – это то самое нефтяное эмбарго, которое было объявлено 31 мая, оно вступит в действие в декабре. Это резко ограничит доходы бюджета. Есть еще санкции, о которых люди говорят, что они только улучшают ситуацию Владимира Путина. Это санкции против российских бизнесменов, олигархов, путинских чиновников, чьи активы на Западе заморожены. Часто говорят, это приводит к тому, что олигархи сплачиваются вокруг Владимира Путина и так далее. Надо сказать, что это, конечно, приводит к тому, что эти олигархи абсолютно недовольны тем, что происходит. Некоторые из них винят в этом Запад, некоторые винят в этом Путина. Но действительно, этим олигархам трудно жить на Западе, поскольку все их активы, дома, недвижимость заморожены. Надо понимать, в каком смысле эти санкции работают. Дело в том, что когда Запад замораживает активы российских бизнесменов на Западе, Запад в первую очередь защищает себя. Если есть западный российский бизнесмен, простите, который живет на Западе, у которого миллиарды долларов активов на Западе, и при этом этот бизнесмен не выступает публично против войны, потому что у него есть активы и в России, друзья в России, родственники в России и так далее, каковыми мотивами он не руководствовался, западные страны понимают, что этот бизнесмен боится Владимира Путина и, соответственно, может стать инструментом в руках Владимира Путина. Если Владимир Путин его что-то попросит сделать, он сделает. И это означает, что, соответственно, потенциальный человек, который может выполнять волю Владимира Путина, который развязал войну против Украины и Запада, такой человек имеет огромные активы на Западе. Поэтому цель санкций против такого рода людей может быть хороших людей, может быть людей, которые хотели бы выступить против войны, но боятся это сделать. Они попадают под санкции, потому что Запад хочет защититься, заморозив их активы, защититься от того, что эти активы будут использованы как оружие против Запада. И это очень важно, потому что мы видели, что до войны российские деньги, путинские деньги играли очень важную роль в подкупе западных политиков, журналистов, лоббистов, юристов и так далее. От этого Запад сейчас защищается при помощи этих санкций. Эти санкции в этом смысле работают. Допустимо ли бояться сейчас олигархам? Уже прошло 150 дней войны, и те олигархи, те бизнесмены, которые еще не высказались против агрессивной войны Владимира Путина, допустимо ли бояться? Можем ли мы осуждать их за то, что они молчат? Я не собираюсь никого осуждать, наверняка, во всех свои причины. Опять-таки, Владимир Путин показал, что это человек, который не остановится перед тем, чтобы убить тех, кого он считает предателем. Мы видели, что новичок используется в самых разных ситуациях, поэтому я не могу никого судить. Опять-таки, у кого-то есть друзья в России, родственники в России, поэтому осуждать я никого не собираюсь. Но действительно, не нужно потом удивляться, что Запад накладывает на вас санкции, если вы не высказываетесь против войны. Сергей Маратович, есть распространенное мнение о том, что санкции, западные санкции, бьют в большей степени по российским гражданам. Так ли это или не так? Это устроено очень просто. Владимир Путин и его команда руководят российской экономикой. И если наложить санкции даже на друзей Владимира Путина, за это все равно заплатят российские пенсионеры, потому что путинские министры перераспределят бремя санкций от друзей Путина к пенсионерам. Помните, были даже такие специальные законы, что люди, которые попадают под западные санкции, получают специальный статус в конкурсах госзакупка. У них были налоговые преференции. Все эти законы принимались ровно для того, чтобы бремя санкций, которые пытаются наложить на друзей Владимира Путина, на благоприобретателей, бенефициаров путинской коррупции, эти санкции в конце концов оказываются санкциями на простых россиян. Так, что это устроено, россиян этот режим держит в заложниках. Это абсолютно нормально, это печально, но это абсолютно нормально. И это происходит потому, что у простых граждан нет представительства в российской политической системе. Вот, например, мы видим, что 30% российских граждан не боятся сказать в статологических опросах, что они хотели бы немедленного прекращения войны. Сколько людей в российском парламенте готовы встать и сказать? Это ноль. Значит, 30% людей совсем не представлены. Их интересами Владимир Путин пренебрегает, как мы уже и говорили. И так и будет продолжаться, пока в стране не будет демократии. Любой недемократический лидер в первую очередь учитывает интересы тех людей, которые могут его свергнуть. И, грубо говоря, хипстеры в очках к этому слою не относятся. Здесь речь идет о людях в погонах с оружием, об олигархах, у которых много денег и, соответственно, много возможностей влиять на то, кто будет в Кремле. А простые российские граждане не имеют никакого представительства влияния на политику. И поэтому за их счет компенсируются все потери друзей Путин. Сергей Маратович, я задам один из последних вопросов. Какие ближайшие перспективы развития экономик России, экономики Украины? И что будет с глобальной экономикой, с мировой экономикой? Скажем, в нем все труднее предсказывать, что будет дальше. Мы никогда не были в такой ситуации, когда такая большая экономика в России отрезается от мировой экономики. Мы не знаем, сможет ли Россия найти обходные пути вокруг санкций, сможет ли она за счет каких-то технологий третьих стран получить возможности для роста и развития. Мы не можем ничего предсказывать. Но ситуация на самом деле тяжелая. Из-за блокады украинских портов, растут цены на зерно, из-за проблем с войной, растут цены на нефть. Во всем мире инфляция выходит из-под контроля, повышаются процентные ставки. Это означает, что и американская, и европейская экономика скорее всего тоже могут попасть в рецессию. Мировая экономика тоже может попасть в рецессию. Поэтому ситуация очень тяжелая. Что тут говорить? Предсказывать, что именно будет очень трудно, потому что многое зависит от того, будет ли продолжаться война, многое зависит от того, как именно закончится война, многое зависит от того, будет ли реализована эмбарго, и как именно она будет реализована. Сергей Маратович, последнюю тему хочу обсудить с вами. Вы, российский ученый-экономист, и вас недавно назначили на должность про ВОСТа в одном из лучших университетов по социальным наукам в парижский Сианспо. Скажите, пожалуйста, это же такой важный пример, который показывает, что российских ученых, российских деятелей культуры на Западе не отменяют в отличие от России. Вот действительно ли это так? Действительно ли вы, как ученый, как экономист, чувствуете себя на Западе свободно, не угнетенно в отличие от России? И второй вопрос, что означает должность про ВОСТа? Оно же так на русский переводится про ВОСТ. Да, я бы сказал, что если вы последовательно и публично выступаете против войны, то западные коллеги не критикуют вас, а выказывают вам поддержку и сочувствие, а не понимают, насколько тяжело быть гражданином страны, чья страна развязала агрессивную войну. И мы все чувствуем за эту ответственность, нам тяжело жить с этой ответственностью, западные коллеги высказывают сочувствие. Никакого канцелинга нет. Весь канцелинг русской культуры происходит в России. Вместе с Михаилом Барышниковым, Борисом Акуниным мы основали благотворительную организацию «Настоящая Россия» и веб-сайт, который называется truerussia.org, где мы собираем деньги на поддержку украинских беженцев. Так вот, Роскомнадзор заблокировал веб-сайт этой организации. Тем самым канцелингом Барышникова и Акунина занимается Путин. И Михаил Барышников написал об этом открытое письмо Владимиру Путину. Именно для того, чтобы рассказать ему, что Михаил Барышников это и есть настоящая Россия, а Владимир Путин занимается борьбой с русской культурой. И это так и есть. То же самое происходит и с учеными. Сотни ученых уезжают из России, ровно потому, что в России невозможно заниматься научным исследованием. Ученых ФСБ хватает сажать в тюрьму, убивают. Мы видели недавно случай новосибирского ученого Дмитрия Колкера. И самое главное, в России нет свободы исследований. В общественных науках невозможно ничего делать без свободы высказываний. Поэтому, конечно, никакого канцелинга в Европе нет, а весь канцелинг он в России. Что касается должности провоза, действительно, такое слово в русском языке есть, но в русских университетах провозов, как правило, не бывает, потому что в русских университетах, в российских университетах обычно речь идет об единовласти ректора, а идея провоза заключается в том, что полномочия делится между тем, что в русском языке называлось бы ректор, и тем, что называется провоз. В Западном университете ректор или президент университета, это человек, который руководит университетом, несет, в конце концов, ответственность за то, что происходит в университете, но существует и другой человек, главный академический сотрудник университета, который отвечает за образование и исследование, пробуз. Продникает такая ситуация двоев власти, которая, конечно, в российской академической среде, как правило, считается недопустимой, но в западных университетах это абсолютно нормально, и вот Сенспо тоже создал такую должность, и было много кандидатов, я должен вам сказать, что не то, что вот я сказал, хочу быть правозом, у меня назначили, был долгий процесс, обор, и то, что Сенспо назначил не француза на эту должность, лучше всего показывает, насколько Сенспо привержен идее интернационализации образования и исследования, хочет стать и уже является одним из ведущих международных университетов в области общественных наук. Поэтому, да, конечно, это очень интересная работа, и да, конечно, такое назначение свидетельствует о том, что никакого кэнселинга нет, и поэтому я бы еще раз сказал российским ученым, что наука международная, наука глобальная, и если вас обижают в России, то есть, если вы хороший ученый, вы можете найти работу и за рубежом. Задам немного наидный вопрос. Можно ли сейчас оставаться ученым в областях гуманитарных, социальных наук в России или нельзя, или нужно уезжать и не ставить перед собой эти рамки, в которые загоняют российские власти? Я бы сказал, что трудно и опасно. Трудно и опасно. Наверное, можно. Но вы всегда сталкиваетесь с риском, что по новым статьям Уголовного кодекса вас посадят на несколько лет. И это ужасно, потому что, конечно, нужна свобода высказывания, нужно уметь студентам рассказывать то, что на самом деле происходит. Когда студенты задают вопросы профессорам, например, почему в России нет экономического роста, ну, нельзя не ответить, что даже до войны, даже до войны правильный ответ был, у нас есть проблемы с политическими правовыми институтами. При этом режиме экономического роста никогда не будет. В новых реалиях это есть дискредитация специальной военной операции до 15 лет. И поэтому, конечно, если вы хотите быть настоящим ученым, вы должны быть честным с коллегами, со студентами, а это в России является уголовно наказуемым деянием. Это большой риск и проблема. Вы долгое время возглавляли Российскую экономическую школу. Я хочу вас спросить, как бывшего ректора крупного университета в России, что будет с российским высшим образованием в краткосрочной перспективе? Выживет ли оно, не выживет? В России будет высшее образование, просто оно будет все больше и больше отрезаться от мирового, и это означает, что у него будет снижаться качество. Часть того, что мы делали с коллегами, главная часть того, что мы делали с коллегами в РЭШ, это найм профессоров на международном рынке труда. Мы привозили в Россию людей, которые учились или работали за границей, как российских граждан, так и иностранных граждан, потому что наука не может существовать внутри одного города или одной страны. Нам нужны лучшие профессора из всего мира, наука глобальная. И если вы отрезаете высшее образование и науку от остального мира, то вы начинаете отставать от передовых рубежей. И это особенно верно для таких стран, как Россия. Грубо говоря, если Америка перестанет нанимать профессоров из-за рубежа, а, кстати, Америка привозит огромное количество людей из-за рубежа, докторантов, профессоров, студентов. Но даже если Америка перестанет это делать, некоторое время в Америке все будет не так плохо, потому что Америка лидер. А Россия уже давно не лидер. В лучшем случае она входит в десятку, а в ней по некоторым направлениям не входит и в десятку передовых научных и образовательных держав. И России нужно догонять. Для того, чтобы догонять, нужно учиться у других стран. Если вы отрезаете себя, вы перестаете учиться и отстаете все больше и больше. Сергей Маратович, спасибо большое за этот интересный разговор. Желаю вам хорошего дня и успехов на новой должности в Сьянспу. Спасибо большое. Всего доброго с вами. Субтитры сделал DimaTorzok